В рамках Дней Медицинского Центра Управления Делами Президента в области Абай прошла встреча с медицинской общественностью города. На встрече были обсуждены деятельность центра, а также пути развития сферы здравоохранения. Руководитель Медицинского Центра Управления Делами Президента Республики Казахстан Алексей Цой, руководитель Управления Здравоохранения области Абай Талгат Молдабеков и председатель правления, ректор Медицинского Университета Семей Алтай Дюсупов встретились с руководителями медицинских учреждений города, Главными врачами и заведующими кафедр. Вы знаете, акцент на развитие регионального здравоохранения большой. Выравнивание доступа к медицинским услугам, в том числе высокотехнологичным, стоит в приоритете у нас в стране. Медицинский центр сегодня является престижным брендом в области здравоохранения в Казахстане. Работает в трех основных направлениях – клиника, наука и образование. Руководитель управления здравоохранения области Абай в свою очередь поблагодарил астанинских коллег. Отдельное спасибо нашим практическим докторам, коллегам из больницы управления президента. Благодаря их приезду были проведены более 20 сложных оперативных вмешательств. Проконсультированы больше 150 пациентов, у которых страдала диагностика. Также в рамках встречи на территории университета прошла церемония открытия памятного сооружения Белемк-Табе. На монументе изображены и Бенсина, и Гиппократ – отцы восточной и западной медицины. В данном символе оно символизирует три единства науки, практики, образования, что очень важно в целом для воспитания будущих студентов, для подготовки медицинских кадров и в целом для развития здравоохранения. Кроме того, в Медицинском университете Семей состоялась встреча с первым вице-министром здравоохранения Тимуром Султангазеевым. Он рассказал о ходе реализации реформ в сфере здравоохранения. В рамках повышения результативности кадровой политики здравоохранения, главой государства подписан в этом году в апреле закон, который предусматривает установление денежной выплаты 100 минимальных заработных плат или 8,5 миллиона тенге, востребованным медработникам трудоустроенных в сельские регионы, а также направлено на повышение статуса медицинских работников и престижа врачебной профессии. Послание главы государства поставило ряд конкретных задач перед системой здравоохранения. Это формирование единого пакета медицинской помощи, создание единой государственной медицинской информационной системы, дифференциация образовательных грантов. Тимур Султангазеев рассказал, что соответствующая работа в этом направлении уже начата.